И о спорте. Победные традиции от поколения к поколению. Первый борцовский турнир в честь олимпийцев выходцев из Чародинского района прошел в селе Цуриб. На ковер в местном спорткомплексе вышли юноши. Всего 150 участников из 18 команд. Лучшие получили денежные премии и другие призы. Как в районе любят и поддерживают спорт, убедился Курбан Рагимов. Десятки олимпийцев, чемпионов мира и Европы. В Чародинском районе у спорта богатые традиции. Из года в год родной край славят борцы, боксеры и представители других дисциплин. Турнир в честь прославленных спортсменов проводят здесь впервые. Символично, что многие из почетных гостей свои первые шаги в спорте делали именно в этом зале. Я сам в этом зале тренировался, на этих матах выступал. И сегодня столько спортсменов. Вот мое время одного, если я увидел бы вживую, это для меня была такая мотивация. Надолго оставалось у меня на памяти. Я даже до сих пор это помню. И для этих детишек это огромный стимул, огромная мотивация. И я думаю, что они возьмут пример за этих ребят. 18 команд из городов и районов республики, оригинальные награды и хорошие денежные премии. Организаторы сделали все, чтобы устроить в родном Чародинском районе большой спортивный праздник. В Южном Дагестане проходит один турнир, детский турнир, такой же турнир. И мы с Курамагамедом и наш друг Руслан, именно человек, который спонсировал этот турнир, мы с ним посетили вместе с ним там, в этом турнире. Хапир, село Хапир, это Магарамкенский район. И после этого турнира два раза подряд, два года подряд там участвовали. После этого появилось, и Руслан предложил, почему мы не проводим у себя районы, когда у нас столько чемпионов, есть кого показать. И я думаю, что говорит он, это будет объединением для наших спортсменов. Мы вот решили собрать всех наших чемпионов, показать нашим детям, не только нашего района, и других районов, чтобы они такую возможность предоставить им, чтобы они могли сфотографироваться, увидеть, их слово услышать. Это очень важно было для нас. И подарить им хорошие подарки. На ковре юноши в возрасте от 10 до 17 лет разыгрывается 12 комплектов наград. Титуловные гости признаются, вольники показывают яркую и не по годам зрелую борьбу. За счет вот таких турниров мы сами боролись, приезжали сюда, в районы ездили. Мы искали всегда турниры, чтобы выступать. Поэтому это очень большой плюс для ребятишек, чтобы они для них вот такие соревнования проводили. Огромное спасибо организатору Руслану Шайбовичу, конечно, который поддерживает спортсменов, поддерживает спорт. Уровень борьбы очень высокий. Я вот даже хвалил, да, которые ребят молодых очень грамотно борются уже. Как будто такие опытные ребята, хотя они молодые еще. Чтобы вот так все вот собрались, спортсмены там района. Нас никогда не было. Нас первый раз так собрали. И очень сплоченно, очень хорошо все получилось. Каждый все увиделись, пообщались, о чем хотели. Это очень хороший праздник получился. И только для малышей, но и для нас. Очень хороший был для встречи. Чтобы каждый год все проводилось. Мы собирались, чтобы были более сплоченные. Победные традиции в Чародинском районе передают от поколения к поколению. Об этом говорили на церемонии открытия. Участников и гостей приветствовали глава муниципалитета Мухидин Магомедов, а также представителями спорта и Муфтеатра республики. Мы рады видеть вас на благородной, благодатной Чародинской земле. Сегодня мы чествуем достойных представителей Чародинского района. Спортсменов, и не только спортсменов. Мы уже разручали имена героев России и Советского Союза. Чародинский район всегда славился достойным, хребтимым духом и людьми. И очень приятно, что наш этот турнир именно проходит в этом зале, в этом районном центре в Селине Сури. С этого зала, с этого района, с этого села, все первые шаги сделали наши олимпийцы. И прекрасно, отлично они зашли на единственное почетное олимпийское имя. Эти ребята, спортсмены, они этих лицов достигли не только развивая себя физически, но и духовно. Потому что где бы они ни находились, я их некоторых близко знаю. Эти люди, где бы они ни находились, они не забывали, что они рабы Всевышнего Аллаха. Они не забывали те обязанности предписания, которые Всевышний на них возложил. Лучшим борцом турнира в Цурибе признали Раджа Базияудинова. Махачкалинец из школы Абдул-Рашида Садулаева принес своей команде третье золото соревнований. Столько же наград высшей пробы оказалось и у хозяев ковра. На одну медаль меньше у спортсменов из Хасавюртовского и Дербенского районов. По разу отличились борцы из Кизляра и Ботлиха. Победителям вручили денежные премии и дополнительные призы от прославленных спортсменов и других спонсоров. За счет чего вашего подопечного признали лучшим борцом на полу турнира? С исходки выиграл уверенно. Хороших ребят тоже преодолел. Сегодня он получил дополнительные призы от депутата Абдул-Рашида Садулаева. Получил дополнительный приз. И велосипед, и кубок. Это, наверное, такая огромная мотивация для дальнейших побед, да? Конечно, для маленьких, подрастающего поколения – это большая мотивация, конечно. Тем более, в таком возрасте ребята, для них что еще надо? Немного, как эти друзья. Они больше мотивируются и больше начинают верить в себя. Соревновательный опыт большой. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, ЦУРИП, Чародинский район.